Светник духовный. Назидательные мысли и добрые советы, выбранные из творений мужей мудрых и святых. Не пренебрегай повести мудрых и упражняйся в тритчах их. Терахов 8.9. Две части в одной книге. Издание 5. Афонского русского Пантелеимонова монастыря Москва, Типолитография и Ефимова, Большая Ефиманка, Собственный дом, 1903 год. Предисловие. Предлагаемое внимание боголюбивых читателей Светник духовный есть собрание назидательных мыслей и добрых советов, избытенных из трудов весьма многих устеных мужей и читателей. Преимущественно из творений святых отцов и учителей церкви. Между авторами выписок в Святнике читательства его части встретят имена духовных богомудрых веки. Святого Иоанна Златоустова, Святого Василия Великого, Святого Григория Богослова, Святого Исаака Ефрема Ефимова, Святого Нила Синаевского, Святого Антония Ефимина Великого, Святого Марка Подвижника, Святого Исаия Отцельника, Святого Исидора Сависиота, Святого Дмитрия Ростовского, Святого Тихона Задонского, Климента Александристова, Блаженного Августина, Филарета Митрополита Московского, Инохенки Архиепископа Черцонского, Филарета Архиепископа Черниговского, Иасова Архиепископа Нижегородского, Игнатий Архиепископа Составского, Феофана Архиепископа Владимировского и многих-многих других отцов из целей веры и благосельствия. Но как святы мы встречаем и находим не в садах только, а и на полях, и на лугне, тот читатель наряду с именами духовных авторов встретит с технике имена и многих святых, известных, священных мужей, как нашей православной церкви, так и западной, например, из русских, графов Сиранского, графа Блудова, Карамзина и других из иностранных, Хамы Кимпийского, Огиуско Николь, Амбруосия Рандиум и других. Имена даже таких ученых, как Жан-За Христой и других, и даже некоторые физических писатели, например, Сократа, Сокерона, Марка, Аврелия и других. Отзывы которых в защиту веры и религии, а также и правила нравственной жизни, не должны через это терять для нас терять своего значения и наведания. Цветы, найденные сверхчаяния в растерянных и исцелях гор, имеют для нас интересы к тому, так и цветы распустились в садах, пусть и лицо, но они свежесть и красотой, и величие последий. В отношении предметов веры и нравственности в садах можно именовать только творения духовных мужей и писателей, как специальных учителей веры и нравственности. Весьма жаль, что не все авторы выписать известное, всего последнее, и не все цитованные степеньки. Очень много книг и очень много журнальных статей, особенно журналов о скрестной степени, христианской степени, и за прежние годы их издания, откуда извлеклись выписки, без означения авторство печатались. Весьма жаль, что авторы советов и наставлений даже отечественных и подвижнических в известных письмах о христианской жизни и в коих некоторых извлеченных до четверка неизвестны. Чтобы отличить их, по крайней мере, от извлечения обыкновенных писателей, они в цветнике цитируются духовными маргаритами, как они и в письмах названы, так же, как и изречения неизвестных цветов мужей и старцев, извлеченные из древнего потеряка, цитируются этой книгой. Выписки в цветнике духовном расположены под предметом связи и порядке одна за другой, насколько это возможно было сделать, потому что это зависело от количества и рода выписок. От того же обстоятельства зависело, что некоторые предметы раскрыты выписками почти со всех сторон и вполне, а иные не полно и скудно. Впрочем, составитель цветника надеется, что его трудство – собрание мыслей и изречения, большая часть которых справедливо, можно назвать перлами и бисером многоценностанным из духовной сокровища и богоносных отцов и учителей церкви, не бесполезен будет для читателей, в особенности для не имеющих времени возможности к обширному и серьезному чтению. Ныне предлагаемое пятое издание отличается от предыдущих тем, что две прежние части свиты в одну книгу. Нам приятно здесь прибавить, что цветник духовный встретил одобрение даже такого строгого судьи, каким был преосвященный епископ Порфириус Пенский. Он дал от святники такой отзыв. «Книга народная и душеспасительная. Умудрится тот, кто прочтет ее со вниманием и сложит глаголы ее в своей памяти». Дай Бог, чтобы эта благая доля явилась уделом каждого читателя настоящего издания. Цветник духовный. Часть первая. О Боге Самом Себе и по отношению к тварям преимущественно к человеку. На всем видимом написано свидетельство о невидимом. Римлянам 1.20 Небо, земля, море, словом, весь этот мир есть великая и преславная книга Божия, которая открывается самым безмолвием, проповедуемым Богом. Святой Григорий Богослов. Один хилософ спросил святого Антония, который не умел ни читать, ни писать, «В какой книге подчеркнул ты сведения о высоких истинах, проповедуемых тобой?» Святой Антоний, не говоря ни слова, одной рукой указал на небо, а другой на землю. Зрение бесчисленных седвезд, видимых на небе и на земле. Есть книга, которую каждый читать может, которая днем и ностью проповедует великие Божие людям самым ограниченным понятием. Пойдите как-нибудь по узкой тропинке в поле, усеянному пшеницей, рассмотрите колосья. Видите эту легкую кожицу, плеву, которая их объевает, длинные ости, которые их защищают, это для того, чтобы сберечь их от губительного влияния солнца. Видите эти зеленые листочки, распространяющиеся около картофеля? Это для того, чтобы сохранить сырость. Нужную для его совершенного утолщения. Видите ядро под скорлупой, которая его защищает? Кто так охраняет эти колосья? Кто закрывает это зерно? Кто устроил ресницы над глазом человека для защищения его от солнечного блеска? Не Бог ли бы тебе разуме? Можно ли в присутствии таких доказательств отрицать его предусмотрительность и благость? Каждая тварь выражает собой мысль Божию. А мысль Божия совершенна, полна. Следовательно, и каждая из тварей по своему роду и виду заключает в себе все совершенство и всю полноту. Правда, мы называем некоторых из тварей гадкими. Это так, по привычке. Но это очень глупо. Вникни, рассмотри организмы этих по-видимому гадких тварей, и ты удивишься чудному их устройству. Даже можно сказать, чем ничтожнее, чем едва заметнее для глаз наших что-либо из рода пресмыкающихся, или насекомых, тем более она имеет в себе совершенство. Мы мало знаем природу, оттого так поверхностно и судим об ней. Нет, когда говорится, дивен ты, Господи, дивны дела твои, так это потому именно сказано, что всякая тварь в своем роде совершенна, что каждая из них находится в тесной связи с прочими тварями и создана для известной необходимой цели. В образовании червя и мошки видно несравненно более искусство, нежели в лучших произведениях у мать человеческого. Многие сооружают великолепные здания, изобретают удивительные машины, строят огромные корабли, но сильнейшие и остроумнейшие из них могут ли образовать ползучие насекомые, летающую птичку, зеленеющую травку или даже составить одну песчинку? Воистину, велик Бог и в едином велик, и в великом, и в малом земле. При видимых, отрезаемых, так сказать, доказательствах бытия Божия в окружающей нас природе, возможно ли довольного не видеться безумные атеистов, отвергающих бытие Божие или материалистов, которые готовы лучше самую природу боготворить, чем признать и почти действительного ее виновника, творца и хозяина? Отрицание Бога заключает в себе вполне нелепое предположение, оно, строго говоря, есть и что иное, как необычайное самообольщение. Прежде чем кто-нибудь может сказать «Мир без Бога», он должен узнать весь мир, он должен исследовать Вселенную со всеми ее солнцами и звездами, историю всех времен, пройти всю область пространства и времени, чтобы мог со всей основательностью сказать «Нигде я не открыл следов Бога», чтобы можно было с решительностью сказать «Не существует никакого Бога», нужно быть всеведущим и всемогущим, то есть нужно быть самому Богом. Если возможно, то мнение материалистов будто какие-нибудь твердые и неразделимые тела, увлекаемые неизвестной силой и тяжестью, стремились вниз, и случайным столкновением их произведен этот благоустроенный и прекрасный мир. А почему не допустить и того, что стоит только высыпать на землю бесчисленное множество отлитых из золота букв в латинской азбуке, и из них составятся летописи «Энния»? Но не знаю, может ли случай таким образом сложить, хотя один стих, циферон, если столкновение атомов, по мнению материалистов, могло произвести целый мир, то почему же не может составить оно одного храма или дома, или города, что было бы гораздо простее лекции, он же. Христианин. Если звездам служащие научились звездою кланяться единому истинному Богу, Матфея 2.1, то тем более поклоняйся ему ты, когда смотришь на солнце, луну и звезды. Если бы савская царица по прибытии в своем столице иудеи, занявшись рассматриванием драгоценных редкостей, не обратила внимания на Соломона, царя, украшенного мудростью, то как неизвинительно было бы ее равнодушие, тем более недостойно звенеет человек, живущий в этом мире и занимающийся с теми предметами, кроме Бога, источника всякого блага и премудрости. Хороши создания и хороши весьма, но несравненно лучший создатель, который их хорошими сотворил. Если будешь, согласно Писанию, содержать в уме, что по всей земле судьбы Господни, то всякий случай будет для тебя учителем Богопознания. Все мы веруем, что Бог силен и веруем, что для Него все возможно, но ты в своих делах должен иметь веру в Него, потому что из тебе Он творит чудеса. надобно возлюбить пути Господни, они сделаются для нас приметны. Пути проведения покрыты мраком и не постижим разуму судьбы его, но муж доброделающий познает их. Бог открывает себя не остроте ума, но чистоте сердца. Блаженный чистый сердцем, я какие Бога узрят, сказал Бога человек. Чтобы узреть пути промысла Божия, надо бы самому быть близким к промыслу. Как нельзя видеть солнце без самого солнца, так равно невозможно познать Бога без самого Бога. Нет ничего беднее ума, который без Бога любомудрствует о Боге. Не говори о Боге ничего такого, чему ты не научился от него самого. Весьма опасно говорить о Боге, что сам вздумаешь, как бы то ни представлялось истинным. Истинное слово о Боге есть только слово Божие. Стремясь искать высокое ведение о Боге, человек непременно должно ходить во свете его откровения, что по мечтам своего воображения не составлять о верховном существе понятия недостойных его величия и святости, и не подвернуться за то строгому осуждению, какое сам Бог изрек грешнику. Вознепшевай на себе законе, якобы буду тебе подобен. Псалом 49, 21. И ты подумал, что я такой же, как ты. Небезопасно плавать в одежде, небезопасно и касаться богословия тому, кто имеет какую-нибудь страсть, святое Иоанн Вестович. Если Моисею запрещено было подходить к горящей купине, не снявшей прежде сапогов, то как можешь ты приблизиться к Богу, не освободившись предварительно от чувственных приязанностей? Кто не имеет смирения с глубоким самоуничижением, тот не может рассуждать о величии Божьем. Чем кто более познает Бога, тем более смиряется, боится и любит Его. Того, что есть Бог, не могут знать не только пророки и апостолы, самим Богом просвещенные люди, но даже ангелы и архангелы существа самые приближенные к Богу. Как никто никогда не вдыхал в себя всего воздуха, так не ум не вмещал совершенно, ни голос не обнимал Божьей сущности. Шиберд расскажет, что одна девушка впала в падучую болезнь от упрямого желания своего открытыми глазами смотреть на полуденное солнце. Неподобным ли образом стражду те дерзкие умы, которые усиливаются, постигнут непостижимого? Григория. 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 Нет имени, которое бы вполне могло выразить Бога. Так нельзя постигнуть его всего. Мы должны радоваться тому, что Бог не постижим, потому что он будет предметом познания через всю вечность. Если бы он понял его, то остался его бездействие. А это для него мука. Не столько вдавайся в глубокие исследования о Боге, сколько старается подражать ему богослов. Самое простое доказательство пищи во всех живых существах есть голод. Так самое сильное доказательство бытия Божия есть стремление всех добрых сердец к Богу. Бог есть центр наш, и вне его мы так же мало спокойны, как рыба вне воды, и как вывихнутый член вне своего места. Но дух от Бога в Боге только может найти для себя успокоение и блаженство. Тело дает жизнь душа, душе Бог. Следовательно, истинно живет только та душа, в которой по благодати духовно обитает Бог. Как тело, разлучаясь душой, умирает, так и душа умирает вне общения с Богом, блаженный Августин. Посмотрите на растение, именуемое подсолнечником. Что такое влечет его к солнцу? Так что оно всегда преклоняется на ту сторону, где солнце. Солнце жизнь жизни растения. Когда подсолнечник не обращается к солнцу, то это знак, что корень его подточен сервием, и растение засохло. Посмотрите на пылающий огонь. Отчего он все стремится кверху? Оттого, что его стихия выше земли. Когда огонь не стремится кверху, это знак, что он не имеет пищи и угасает. Так и у христианина тот огонь в любви божественной, о котором говорит Иисус Христос, Лука 12,49, и который всегда должен стремиться в нем и его устремлять выше всего земного к Богу, есть истинный признак жизни духовный. А где этот огонь угас, там и нет всей жизни. Бог вот первое и последнее благо нашей души. Что это значит, что никакая земная вещь, ни честь, ни богатство, ни таланта, ни знания не одовлетворяет нашему сердцу? Что значит, что мы среди земного счастья скучаем и чувствуем пустоту души нашей? Это выразительный голос сердца говорящий. Человек, не ищи удовлетворительный благ на земле, все ее доли суеты и тления. Твое блаженство в едином Боге. К Нему обращай все Твои желания, в нем ищи постоянного наслаждения и успокоения. От чего скучают иные? От того, что не напали на предмет, который занимал бы их всесторонне и насыщал вполне. Такой предмет один Бог и судьба правды его. Отдайте ему свой труд, время и внимание, и вам некогда будет скучать. Напротив, выйти как в раю, потому что с радостью богомыслия и словословия ничто не может сравниться. Испытав это, святые отцы все время посвящали на то, на том же основании святая церковь заповедовала многократно в день собираться на молитву. Нет ничего более великого, как человек с Богом, и нет ничего более уничтоженного, как человек без Бога. Ты уголь человек, Бог пламень твой и свет. Истинная и совершенная радость бывает только у тех людей, в которых Бог обитает. Кто имеет в себе Бога, тот все имеет, хотя бы всего в свете лишился. С Богом жить и в несчастье есть счастье. С Богом быть на всяком месте дом и отечество есть. Без Бога же и дом и отечество есть ссылка и плен. Тихон Задонский. С Богом в бедах и страданиях и в самом аде добро хорошо. Без Бога и самый рай и небо есть ничто. С Господом везде рай, без него всюду ад и без отрад и крушение духа. С Богом быть и в аде рай, без Бога быть и в небе мучения. Святой Тихон Задонский. «О вы рассказывающие мне об утехах рая», говорил один философ, «Не рай ищу я, но того, кто создал рай. Ищи Бога, но не ищи, где обитает он. Ищи того везде, которое везде есть. Бог везде, он и на высоте небес и в глубине нашей души. Вознеситесь на самую дальнюю высоту, убежите в самые отдаленные места, снизойдите самые глубокие недра земли, сокройтесь в самом непроницаемом мраке, везде вы будете предачами Бога. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Бог есть круг, по его святоточие везде, а окружие нигде. Бог все наполняет и вне всего существует. На всяком месте находится Бог, но ни в одном не заключается Кирилл Русалинский. Бог весь везде, весь во всем, равно великом и малом, и весь выше всего Иоанн Дамаскин. До Бога ни низко, ни высоко, ни близко, ни далеко, потому что Он вездесущ, и потому ближе к Тебе, нежели Твоя душа к Твоему телу. Только умей найти эту близость верою и молитвою. Близок Господь ко всем призывающим Его в истине. Бог всегда близок к человеку по Своему вездесущую, а человек не всегда близок к Богу по своей ограниченности, невниманию, рассеянности. О, душе моя, Бог всегда с Тобою, а ты живешь, как бы Он был весьма далек от тебя. От нас зависит быть далеко от Бога, а Он всегда находится близко. Быть близко или далеко от Бога зависит от самого человека, потому что Бог везде задал если к человеку доброму не может быть близок тот, кто отвечает от него своими нравами премудрость 2.15 то тем более к Богу. Бог приближается к нам, когда мы к Нему приближаемся. Если кто откроет дверь, говорит Он, то войду к Нему. Для того, чтобы с нами был Бог, надо чтобы мы были с Ним. Будь всегда с Богом, если хочешь, чтобы Бог был с тобою. Ищи Бога мысли на небесах, любовью в сердце, благоговением в храме, везде ищи его, делами для него предприемлемыми и совершаемыми. Филарет Московский. Ищи того везде, который везде есть, и оставивший все, его единого ищи и непременно найдешь. Бог везде присутствует, а ты предстоишь пред взором его. Надо быть твердо убежденным, что Отче Господа бесконечное светлейшее солнце, смотрит неуклонно на сынов человеческих, и ничто не появается от них ни мысль, ни мечта, ни сердечное какое бы то ни было ощущение. От всередищего ока Божия не укроется не только явное или видимое людьми, но и тайные дела наши, и не только дела, но и самое помышление наше. Представьте себе самую темную ночь, самый черный мрамор и самого черного муравья. Бог в такую беззвездную ночь на таком мраморе не только видит этого муравья, но и слышит топот ног его, арабский мудрец. Во всяком деле, которое делаешь, содержи в уме, что Бог видит всякий помысл твой и никогда не согрешишь, ава Исаия. Если будешь всегда помнить, что Бог есть зритель всего того, что ты не делаешь душой и телом, то ни в каком деле не погрешишь. Если ты стыдишься подобных тебе грешников, чтобы не видели тебя грешащим, сколько боли ты должен страшиться Бога, который совершенно зрит сокровенные тайны сердца твоего, авва Исаия. Если хочешь все дела твои хорошо делать, то представляй себе, что Бог на тебя смотрит. Если в присутствии царя мы не позволим себе никакой небрежности, а тем более неприличия, но стараемся, чтобы всякое наше слово, всякое движение было ему благоугодно, то тем более представляющий себя в присутствии Божием не позволит себе никакого греха, поревнует о святом деле благоугодном Богу. Как легко человеку назвать по имени предметы существующие, так было легко привести в бытие несуществующее. Для Бога легче возжечь новое солнце на небе, нежели нам с тобой засветить свечу. Для Бога ничего нет невозможного, кроме того, чего Он не хочет. Чего бы Он хочет, то может, но не всего хочет, что может, Тертулиан. Все бессильно там, где Бог являет силу свою. У Бога возможно и невозможно и по нашим соображениям. У Бога и вода подполяет, и огонь орошает. Бог самых врагов своих употребляет в орудии своей славы. Тот, который из ничего все сотворил, может, и из тьмы свет и злого доброе сотворить. Где способа спасения нет, там Бог способ находит. Где нам невозможно, там Богу все возможно. Бог может нам и из безвыходных обстоятельств доставить выход. Промысл Божий является своей силой там, где человек иногда видит одни немощи. Бог там появляет силу свою, где сподевает сила человеческая. Сила Божия не нуждается в силе человеческой, а часть человеческой помощи обратить к Богу и получишь ее так и там, где никак не ожидал и не воображал. У кого просить помощи и милости, как не у всесильного и всемилостивого? Предвеличием Бога нет ничего великого, а пред Его благости нет ничего малого. И самая малейшая птичка незабвенно пред Отцом Небесным. Господь не отвергает одного молитвенного вздоха и одной капли слезы нашей. Господь силен без меры, благ без числа. Особенно великое чудо любви Божией, которого не увидим из вечности, потому что это предел возможной любви. Есть послание мир Сына Божия. Много значит не оскорбляться преступлением, более простить, еще более после прощения благодарить, но несравненно много принять Богу образ человеческий, страдать и умереть. Это подлинно есть чудом нравственном мире. Иоанна 15-13, римлян 5-8. В этом одном обнаружилось сердце Божие так, что если бы забыто было учение о совершенствах Божьих, то в этом одном заключалось бы все богословие. По правосудию своему Бог за грех одного весь род человеческий предал смерти, а по милосердии своему, когда все люди были под проклятием и связаны узами греховными, за правду одного всем даровал спасение. О, Боже, давший нам Сима Твоего, чего Ты нам с ним не дарствует. Легше измерить пространство небес и поднебесья и глубины безморских, легше исчислить дыхание, выдыхаемое из сердца и есть вдыхаемые жизни, чем измерить и дознать величие число благодеяний Божьих. О, когда бы человек так Бога почитал, как он почтен от Бога. Человек всегда забывал Бога, но Бог никогда не забывал человека. Бог познал нас прежде, чем мы Его. Он возлюбил нас прежде, чем мы Его. Любовь Бога к человеку несравненно выше любви человека к Богу. Бог заботится о нас более, нежели сколько мы сами заботимся о себе. Мать не более заботится о дитя на груди своей, сколько заботится о нас владыка и царь. Наполеон Первый. Бог для нас течется и о том, что принадлежит нам. Бог не посылает нам седрые дары свои с большим удовольствием, с большим, нежели с каким мы принимаем их, это Игорь Бог богослов. Бог по беспредельной благости, милосердию всегда готов все даровать человеку, но человек не всегда готов принять от него что-нибудь. Все мы имеем нужду в милости, но не все достойны милости, потому что она, хотя и милость, ищет достойного, как сам Бог сказал. «Кого помиловать, помилую, а кого пожалеть, пожалею». Бог верит своим обетованиям, но только для людей, верных своим обетам. Недарок Бога не достает для нас, а нас не достает для даров Его. Благодарность Богу за полученные от Него дары есть сосуд, который благодать Божия полагает новое. Ничто так не угодно Богу, как благодарность святой Златоуст. «Будь благодарен за малое и станешь достоин получить большее». Верным малым приобретает доверенность во многом. Верным в благодарении за малый дар Божий обретает дерзавение просить великого. В самом деле, по собственному ощущению христианин можно знать, что сердце благодарящее свободнее открывается и пространнее отверзается, нежели просящее. Следственно, тем более оно способно к принятию благодати. Господь подает и ущедряет дары свои тому, кто приемлет их со смиренным благодарением. А от неблагодарного вземлится и то, что мнится и мете. Чем больше солнечных лучей тануют на цветы и другие растения, тем более спускают они благоухание к солнцу. Наше солнце Бог, будем благодарны ему подобно цветам. Каковы мы для Бога, таков и Бог для нас. хвалю Бога и получишь сам похвалу от него. Когда человек ограничивает свое служение Богу, тогда и Бог ограничивает свои благодеяния. Кто забывает Бога, того и Бог забудет своей милостью. Суды Божьи отличны от судов человеческих. Если бы милосердный и любвиобильный Господь способен был подчинять все страсти, гнева и всякого оскорбления своего Божественного величия, наказывал на месте, то давно уже вымер бы весь род человеческий. Господь по своему долготерпению и человеколюбию долго угрожает прежде, нежели поражает. Бог так долго терпел и терпит тебя, и, несмотря на то, ты все не исправляешься. Если Бог откладывает свое наказание, ты не откладывай своего обращения. Бог милосердный и правосуден, бесконечно милосердный и бесконечно правосуден. Кто упал на милость Божия и не перестает грешить, тому опасаться надо, чтобы не почувствовать на себе праведного суда его. Кто живет с беспечной надеждой милосердия Божия, тот просит у Бога суда над собой. Кто не родит о благости Божией, тот правду Божию на себе узнает. Великий в своей благости равно великий в своем правосудии. Благость Божия да подвигнет нас к тому, да не дознаем на себе правды Божия. Неудолго терпеливая есть мера терпению. Одним оком взирая на милосердие Божие, а другим на правду его. Чтобы не согрешить, нужен страх суда Божия, чтобы согрешившему не отчаяться, полезна надежда милосердия Божия. Василий Бойся гнева Божия, дабы не пасть. Грешен ли ты? Берись за милосердие Божие, чтобы встать. Необходимо иметь страх Божий, но такой, который бы не подавлял надежды. Необходимо питать в душе надежду, но такую, которая не исключает страха Божия. Не усиливайся проникать в тайны судеб Божьих. Не дерзали на этой святые. Не будем жаловаться на праведный суд Божий. Мы невежды, чтобы подавать свое мнение о неизреченных судах Божьих. Василий Великой. Как малое дитяне состояние справедливо судить о действиях и поступках своего отца, так и мы не способны с облежащей верностью исследовать пути премудрого промысла. Иногда то самое, что нам представляется ошибкою, на самом деле есть высшее строение Божие. Иногда то, что кажется нашим взором достойным похвал, мерзостно бывает пред Господом Богом. Не думай, что там уже и нет правды Божией, где не усматривает ее твое нетонкое око. Благосостояние нечестивых с одной стороны снимает подозрения с добродетели, которое злострадание являет своей внутренней силой величия, а с другой лишает нечестивого всякого оправдания пред Богом, который самыми благодеяниями призывает его на путь добродетели. Не будем удивляться счастью нечестивого и бедствием праведного. Если не здесь, то там, и тем более там, если не здесь, Бог воздаст каждому по делам его. Полная разгадка разнообразия участий наших будет там. Там все увидят, как все хорошо было устроено, а здесь мы живем пока во тьме. Хотя и сокрыто от нас причины Божьих распоряжения, однако же все, что бывает по распоряжению премудрого и любящего нас Бога, как оно нетрудно, непременно должно быть для нас приятно. Василий видите, Господь ведет все к лучшему и ведет самым лучшим образом. Бог без всякого сомнения распоряжает нашими делами лучше, нежели как предначертали бы мы сами Василий Великим. Не желай, чтобы случилось то, чего ты хочешь, но что угодно Богу. Ты должен желать того, чего хочет Бог. Чего Бог нам желает, то и есть самое лучшее для нас. Что полезно для нас, того хочет Бог. Чего хочет Бог, то полезно для нас, златоуст. Все, что с тобой не случится, принимай как доброе, зная, что без Бога не бывает ничего. Не почитай пустым и самого малого обстоятельства в твоей жизни, каково бы оно ни было. Бог хочет чему-нибудь научить тебя или от чего-нибудь очистить тебя. Если рассмотришь его обстоятельства в твоей жизни, со вниманием, то увидишь, что оно служит твоему благу. В приключении жизни слышится голос проведения завусти человека на путь Господень. Веруй, что все случающееся с нами до самого малейшего бывает по промыслу Божию, и тогда ты без смешения будешь переносить все находящее на тебя. Ава Дорофей, вспомни, что без Бога ничего не делается, и спокойствие водворится в душе твоей. Истинно преданные воле Божией не заботятся излишне о будущем, как бы мрачен ни казался горизонт его жизни. Все от Бога мыслит он в себе, все мудро, все для нашей пользы. Что будет, то и будет, а будет то, что Бог даст. Что хочет Бог мой, того и я хочу. Премудрость Божия находит средства и пути к нашему счастью, даже там, где мы не видим ничего, кроме опасности и страданий. Когда ты говоришь Бог человеколюбив, а потому не накажет, то по-твоему выйдет, что он уже не человеколюбив, если накажет. Златоуст Бог и тогда нам благотворит, когда нас наказывает. Бог в своей премудрости посылает несчастье для нашего же счастья. Если благей послал тебе скорбь, следовательно, и в самой скорби есть для тебя благо. Бог наказывает нас в мале, дабы помиловать милостью великою. Горькое, посылаемое от руки небесного врача, более благоприятно здравию душевному, нежели сладкое, предлагаемое миром. И благополучие может быть опаснее бедствия, и бедствия спасительнее благополучия. Часто видим, что довольство влечет за собой самодовольство. Как редко и как холодно люди молились бы, если бы не было скорбей и страданий. Господь скорбями избавляет от больших скорбей. Бог наказывает тело за грехи души, чтобы вразумить душу. Большая часть людей таковы, что их надо возбуждать от вне, чтобы они могли войти внутрь себя. Время напасти есть время преимущественного памятования о нас Бога. Время напасти есть то время, в которое Бог виждет души наши. Как семена имеют нужду в дожде, так мы в слезах. Как землю нужно пахать и копать, так и для души вместо заступа нужны искушения и скорби, чтобы она не произращала худых страв, чтобы смягчилась ее жестокость, чтобы она не возгордилась. И земля без тщательного возделывания не приносит ничего здорового златоуста. Для воспламенения огня божественной любви нет высшего древа, как древо креста скорби. Школа креста самая лучшая школа. Воспитание крестной школы делает безумных умными, а умных мудрыми, гордых смиренными, а смиренных смиренно мудрыми, худых добрыми, а добрых лучшими, слабых сильными, а сильных непобедимыми. Если нет человека, который без искушения благоугождал Богу, то должно благодарить Бога за всякий скорбный случай. Какое бы искушение не постигло человек, он должен говорить, это по милости Божией. Когда найдет искушение, не ищи, от чего и для чего оно нашло, но о том, позабося, чтобы благодарно, бесскорбно и незлопамятно перенесть его. Бог в нынешние времена не попускает таких искушений врага, какие были прежде, потому что знает, что ныне люди слабы и не перенесут их, Антоний Великий. Бог знает нужды каждого человека, меру сил и силу немощи каждого. Скудельник знает, сколько должно держать в огне глиняные сосуды, которые, будучи передержаны, расседаются, а будучи недодержаны, негодны к употреблению. Тем более знает Бог, какой силой и степени нужен огонь искушения для словесных сосудов Божьих христиан, чтобы они делались способными к наследованию Царства Небесного. Бог не попускает нам ни постоянно бедствовать, чтобы мы не отчаивались, ни постоянно благоденствовать, чтобы мы не пали нравственно за того. Бог не оставляет людей навсегда ни в несчастье, чтобы они не изнемогли, ни в счастье, чтобы они не сделали беспечными, но различными способами устрояет их спасение Он же. Надо благодарить Бога, когда Он подает благо и не выходить из терпения, когда Он не ущедряет имя Василия Великий. Пришло благополучие, благодари Бога, и благополучие твердо будет. Пришли несчастья, благодари Бога, и несчастья прекратятся. Святой Златоуст. Слава Богу за все! Не перестану говорить это всегда и во всех приключениях моей жизни, Он же. Горами ли, дебрами ли ведет меня невидимая рука проведения, только бы привела меня в мое горнее Отечество. Тиларет Московский. Священное Писание или Библия. Священное Писание для каждого из нас должно быть учебной книгою и первой настольной во всю жизнь. Что телесная пища для поддержания наших сил, то же и чтение Писания для души. Святой Златоуст. Как лишенный естественного света не может идти надлежащую дорогу, так и не освященный лучом Божественных Писаний принужден непрестанно погрешать во многом, потому что бродит в глубокой тьме он же. На то, что можешь видеть, смотри своими глазами, но в рассуждении невидимого и вечного полагайте на Слово Божие. В молитве мы беседуем с Богом. В Весенном Писании Бог беседует с нами, блаженный Августин. Советую каждому купить Библию или, по крайней мере, Новый Завет. Книги эти всегда послужат вам к научению вашему, Златоуст. Вода по своему свойству мягкая, а камень тверд. Но если над камнем висит желобок, то вода, стекая каплями, мало-помалу пробивает камень, так и Слово Божие мягко, а сердце наше грубо. Но если человек часто слушает или читает Слово Божие, то страф Божий приходит в сердце его Авва Пимен. Библия с ума сведет со светского на духовный Адриан Югский. Кто Библию имеет, кому может принести она большую пользу и великое утешение. Часто один взгляд на эту священную книгу лишает уже нас охоты ко греху Златоуст. Не гляди только в Библию, но читая усердно и сохраняя рачительно в памяти читанное он же. Некто спросил однажды мудреца, зачем ты постоянно читаешь книги, в которых содержится учение о божестве и обязанностях человека? Ведь ты уже несколько раз читал их. Мудрец сказал, зачем ты ныне требуешь пищи себе? Ведь ты вчера ел? Я делаю это для того, чтобы жить, отвечал спрашивавший. И я читаю для того, чтобы так же жить, сказал мудрец. Видно, что по понятию мудреца, как для жизни тела ежедневно требуется пища вещественная, так и для души ежедневно нужна пища духовная. Один добродетельный муж в продолжении двадцати лет постоянно читал Библию, не швам сказал отвечал на повторение одного и того же. Напротив, я с каждым днем открываю в слове писания непременно что-нибудь новое, что-нибудь такое, чего прежде не заметил и Бог свидетель, что если бы человеку нынешнего века пришлось прожить Махусалова или та, то и тогда не прочитал бы он до конца этой книги, читая ее всякий день. Потому как человек разумеет священное писание, можно видеть, что он сам есть и чем стал быть. Его разумение соответствует той степени, на которой он стоит. Если он еще ведет жизнь естественную, то и в писании находит только вещи естественные. Когда же он сам восходит выше, то и слово писания для него возвышеннее, вообще, чем он стоит выше, тем возвышеннейше и открывает таинство в слове Божием. Прилежи внимательному чтению божественных писаний и не ленись часто приступать к нему. Понимаешь ли силу слов или не понимаешь, потому что частое получение в нем разрешит непонятное вначале. Часто чего не поймешь ныне, поймем за утро, благодатью Бога невидимо разверзающего ум наш разуметь писания. Если ты не понимаешь слово Божие, так бесы понимают, что ты читаешь и крик есть духовно маргарит. это великое благодеяние Божие, что некоторые места божественного писания весьма ясны, а некоторые не ясны, чтобы одними мы утверждались в вере и любви и от многого непонимания не впали в неверие и уныние, а другими возбуждаемы были к изысканию труду, избавились от гордости и приобрели смирение через то, что не можем постигнуть мы должны думать так, как говорит священное писание, но не заставлять его говорить так, как мы думаем. В этой величительной книге написал Байрон на Библии, принадлежащей ему, содержится таинство таинств, счастливы те смертные, коим даровано от Бога благодать, читать, разуметь, благоговеть, молительно произносить слова сей книги. Счастливы те, которые усиливаются отворить дверь и стремятся по стези, но лучше бы не родиться тем, которые читают, чтобы сомневаться и презирать. Многие читают священное писание для того, чтобы быть в состоянии только говорить об нем, а многие по примеру Ирода значение он обращает даже против Иисуса Христа, но ты упражняйся в нем для обретания Христа по примеру мудрецов восточных. Слово Божественного Писания читай делами, а не многослов, тщеславясь одним простым вниманием. Что сказано в Писании, сказано не для того, чтобы мы знали только, но чтобы исполняли. Садясь за чтение Божественного Писания, прежде призови Господа, да отверзит отче сердца Твоего, чтобы не только уразуметь написанное, но исполнить то, потому что читающий и не творящий есть презритель Божественного Писания. Слышанное Божие Слово из уст проповедника или из Писания прочитанное в больший вред обращается тому, кто слышит и не исправляется от него. Недостаток в человеке не знать Писания, но двойной недостаток и имеет тот, кто знает Оное и пренебрегает им, Ифрем Сирин. Старайтесь быть всегда не заботливыми слушателями Слова Христова, но творцами дело спасения. О, если бы книгами Священного Писания мы пользовались так, чтобы собственно наше сердце становилось от того книгою, исписанную Духом Божиим. Господь Иисус Христос Иисус есть мнимый Сын Тектона Иосифа, но истинный Архитектона, создавшего небо и землю. Мы душа и тело, Иисус же Бог душа и тело. Сын Божий явился на земле с душой, телом и божеством, чтобы как Бог избавить душу и тело от смерти. Господь наш Иисус Христос, дабы соделать нас тем, что Он Сам по безмерной любви Своей соделался тем, что мы. Ирина Илеонская. Бог Слово, равное Отцу, соделался причастным нашей смертности не по своему, а по нашему естеству. Да мы соделаемся причастниками Божества Его, не нашего, а Его силою. Бог с ней шел до человека, чтобы человека возвести до Бога. Сын Божий сошел с неба для того, чтобы нас возвести на небо. Сын Божий сделался сыном человеческим, чтобы человеческих сынов соделать чадами Божьими. Сын Божий сделался сыном человеческим, не переставая быть сыном Божьим. Слово по человеколюбию соделавшись плоти не изменило ни того, что было, ни того, чем сделалось. Если железо положить в огонь, то оно всецело проникается огнем, однако ж не сделается само огнем, и наоборот, огонь не делается железом. Так во Иисусе Христе каждое из естеств божеское человеческое удержало свои свойства, осталось тем, чем было. Руссо, беспристрастный свидетель, говорил, что лицо Иисуса Христа не может быть вымышлено, потому что не могут быть вымышлены его действия. Мудрость Иисуса Христа так видна в его учении, что доказывать ее есть то же, если бы кто хотел доказывать, что солнце светит. Целая история Божественного Учителя нет ничего, что бы оскорбило чувство нравственности. На всей его жизни можно писать «Пища моя есть творить волю пославшего меня». Христос от самого рождения начал нести крест ради нашего спасения. Христос родился в яслях, жил где случится и умер на кресте. Рассмотрите внимательнее человека, Христа, и вы несомненно увидите в нем Бога. «Если Сократ жил и умер как мудрец, то Иисус Христос и жил и умер как Бог Рустос. Если ты Сын Божий, говорили Иисусу Христу и Иудеи, то сойди теперь с креста и уверуем в тебя, потому то самому он и не сойдет, что есть Сын Божий. Он предсказал, что ему надлежит умереть на кресте и он умирает. Действительно, для человека было бы что-то особое сойти со креста и спастись от смерти. Но одного Бога достойно и одному только Богу возможно торжествовать на кресте. Со креста привлекать к себе вселенную, остаться живым и по смерти, и даже посредством смерти даровать жизнь миру. Хочешь всякий день видеть чудо, всякий день размышляя воплощении и страдании Христовым? Как недальновиден ум человеческий со всей хитростью, со всем коварством страстей. Люди думали, что предавая на смерть Христа Господа, они делают только то, что хотелось страстями, а оказалось, что самые страсти выполняли то самое, что хотела любовь небесная, любовь Сына Божия. Бог стал человеком, чтобы стать жертвою, и жертвою, чтобы соделаться Спасителем. Христос умер для того, чтобы в нас грех умер. Умри для греха скорее, без всякого отлагательства и рассуждения, иначе ты потеряешь Христа, а с ним и все. Мы смотрим на крест Христов и читаем его страсти, а сами не переносим ни одной обиды. природа самого Адама порывается возникнуть от чувственного к духовному, подобно как иногда рыба месяца из воды в воздух, но также легко и скоро как рыба в воду погружается опять в чувственность. Только Христос с благодатной силой может ее решительно возвысить, обновить, возродить и дать ей постоянное духовное направление. Когда буря начнет колебать корабль души нашей, тогда возбудим Христа молитвою и мир водворится в душе нашей. Распятый за нас поможет нам распинать наши страсти и похоти. Иисус есть вместе врач и врачевство. Христос своей смертью победил грех и своим воскресением победил смерть. Не первый день, не тотчас по смерти воскрес Господь, чтобы осветить наш путь ко гробу и осветить надежду и наши могилы. Не во второй день, не в субботу, чтобы сохранить покой и законные субботы и чтобы продолжительным пребыванием во гробе уверить всех в истине своей смерти и погребения и тем увеличить славу воскресения. Не дали, как в третий день воскрес Господь, чтобы не оставлять доли учеников своих в тоске и сметении, чтобы скорее обрадовать их и утешить. Да и могла ли смерть долго держать в своих узах источника жизни? Христос, как воскресением Своим сокрушил двери ада и открыл верующим исход из него, так вознесением Своим отверзает двери неба и открывает верующим вход в него. Любовь наша настрадание Христом, вера наша на воскресение его, надежда на вознесение утверждается. Не шедший на землю Сын Божий не оставил своего небесного Отца и, вошедший на небо, не разлучился с верующими во имя его. Не видя Христа, веруй в него, люби его и радуйся, и будь блажен. Если ты, подобно мироносицам, не просыпаешь утра для Господа и спешишь к нему духом своим, то, если и не увидишь его, получишь, однако, наставление, где увидеть его. Христос сошел с неба для искупления, а вошел на небо для прославления нас. Мы более приобрели во Христе, нежели сколько потеряли водами. До Христа Авраам в аду, после Христа разбойник в раю. Если творение мира есть дело любви Божией, то дело искупления людей смерти Сына Божия есть чудо любви Божией. Если мы всем обязаны Богу за сделанное им благодеяние сотворения нас, то чем же мы можем воздать Богу за содеянное им благодеяние искупления нашего? И так содеянное. Если отдашь Богу не только все, что имеешь, но и все, что мыслишь, чувствуешь, делаешь, душу, тело, жизнь, можешь ли не признать, что сил еще мало воздашь Божию Богу? Если это можно почесть достаточным, то не потому ли только что не можешь сделать более? О, не объять умы человеческому сей широты и высоты любви Божией, излившейся на нас во Христе Иисусе. Но тем страшнее быть неблагодарным перед такой любовью. Христос Христа говорит как бы всем и каждому «Вот что я для тебя сделал, что же сделал ты для меня». Желаешь и для Христа оказать приятную услугу? Окажи нищему благодеяние. Что получает нищий, то принимает в лице нищего сам Христос. Христос возлюбил нас недостойных, возлюбим и мы его достойного всякой любви. Пусть будет у тебя любовь к людям ради Иисуса, а к Иисусу любовь ради его самого по-матинпийски. Надо любить родителя, но предпочитать его спасителя Августин. Выбери лучше весь мир и иметь в себе противником, нежели оскорбить Иисуса по-матинпийски. Будь такого отношения к Иисусу, каким желаешь видеть в отношении к тебе. Ты желаешь, чтобы Он явил на тебе все богатство любви своей? Открой Ему всю широту твоего сердца. Всего блажения любить Христа и быть от Него любимым. Всех беднее, кто живет без Иисуса, всех богаче, кому добро быть с Иисусом. Амаким Писки. Христос вот наша радость, вот наше сокровище, вот наше все. Человек, пребывающий с Иисусом, богат, если он и нищ в вещественном отношении. Лучше лишиться всего в мире, нежели потерять Иисуса Христа. Все лишения он вознаградит царицей, а лишение его самого не может быть вознаграждено обладанием целого мира. Лучше терпеть скудости быть со Христом, нежели вне общения с Ним изобиваться всем житейским. Без сладчайшего Иисуса горько жить в этом многобедном мире. Жизнь без Христа хуже смерти. Горе тем, которые отгоняют от себя Иисуса, потому что и они некогда должны будут отойти от Него. Не восхотевшая слушать Христа, зовущая «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные!» Услышав некогда его повелевшего «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный!» Не удаляйся от Иисуса, но соединись с Ним скорее теснейшими узами любви, если желаешь себе счастья и блаженства не только в будущей, но и в настоящей жизни. Сладчайшим Иисусом все для тебя сладко будет. Самые скорби тебе покажутся нектаром небесным. Не находим ли мы высокого удовольствия, если можем перенести трудный подвиг для человека, которого чтим и любим? Из всего по восхождению от малого к великому самое верное заключение есть то, что если охотно понесем крест для Христа, найдем блаженство в самом подвиге прежде блаженства за подвиг, человек московский митрополит. Мы никогда с таким удовольствием не пиршествовали, с какой радостью переносим это для Иисуса Христа, отвечали святые братья Марк и Марцелин, когда один из мучителей изъявил им свое сострадание, что они привязаны к столбу и прибиты страшными гвоздями. Как дитя или человек необразованный не понимает удовольствия, какие находит просвещенный муж в чтении глубокомысленного сочинения или в решении труднейшей задачи. Так мудрейший философ или проницательный гений, но чуждой спасительной веры не может составить себе даже слабого понятия о той радости, которую христианин подчерпает из любви Иисуса Христа. Если плоская любовь так порабощает душу, что отвлекает ее от всего и привязывает только к любимой особе, то чего не сделает любовь ко Христу и страх быть отлученным от Него? Святой Златоуст. О, если б насладились мною звери, назначенные для растерзания моего, которых я прошу ускорить мою кончину. Если же они не захотят поспешить, я сам приложу усилия, и я настою, чтобы они растерзали меня, да устремятся на меня огонь, крест, звери, сокрушение костей, рассечение частей тела и все ужасы дьявола, только бы насладиться мне Христом. Таким рвением с такой готовностью святой Игнатий Антиохийский ожидает, требует, вынуждает для себя мучений за Христа. О, благий крест, давно желанный, страстно любимый, неосладно искомый и теперь подприготовленный для желающей души. Я прихожу к тебе спокойно и радостно, и ты с торжеством приими меня. Так звает святой Андрей первозванный и в ужасах крестной смерти поставляет свое блаженство. Мы должны почитать для себя за великое счастье, если сподобимся что-либо претерпеть для Господа. Нет большей славы, как разделять бесчестие с Иисусом. Крест и различные скорби суть знамя христианское, под которым христиане воинствуют царю своему на кресте распятому. Когда хорошо рассудишь, кто есть Христос, что и ради чего и ради кого страшные мучения и бесчестия претерпел, получат великое утешение во всякой скорби, всякую скорбь примешь с благодарением и радостью, тихо задонский. У Христа находят утешение все, которых ничто на свете не может утешить. Если Христос безвинный за наши вины соизволил перенесть скорбь и тугу смертную, ты ли не покоришься перенести без сравнения меньшую скорбь, без сомнения за некие вины твои пред Богом, хотя может быть и безвинно перед человеками. Терпи до конца со Христом и Христа ради, если хочешь со Христом царствовать. Кто хочет быть участником вечного царствия с Иисусом, тот должен быть участником и страданий и терпения Его. Кто хочет быть сообразным Иисусу Христу по славе, тот должен быть сообразен Ему и по жизни. Если любишь Христа, не забывай исполнять Его заповеди. Противник Христов не только тот, кто учением, но и кто и житием Слово Его противится. Тихо Задонский Тот не есть Христов, кто не так мыслит и действует, как Христос. Во всем да будет Твоим Учителем Господь Иисус Христос, на Которого взирая оком ума Своего, спрашивая себя самого чаще, что в этом случае помыслил бы и сказал бы и сделал Иисус Христос. Уметь смиряться значит уметь подражать Иисусу Христу. Василий Великий. Обличенный в смирение Бог явился человеком, и кто из человеков облечется в смирение, соделывается богоподобным. Сделайся младенцем с Иисусом в смысле смирения и простоты, и ты будешь возрастать с ним в премудрости. Помни, христианин, что вертепы ясли-зи-зи-зи-и-емские, где родился и был повид пеленами Спаситель Господь наш, должны быть гробом своего честолюбия и властолюбия. Если Сын Божий смирил себя, то и мы должны унижать себя, тем более, что за гордость нашу смирил он себя. Ради тебя Бог смирил себя, а ты и ради себя не смиряешься, но превозносишься и китишься, Макарий. Христос, призываемый к царству, не удалился от него, а званный на поругании крестной смерти добровольно согласился. И так человек, желающий уподобиться Христу, должен увеселяться больше поношениями, нежели славою. Помяни Христа в вертепии в темницу, и тебя не будет пресчать великолепно украшенный дом. Помяни Христа обнаженного и облекаемого в одежду поругания, и для тебя нежелательно будет изящная одежда. Помяни уксус и желчь, вкушаемые Христом, и ты не взялся роскошного пиршества. Помяни Христа, которого по изображению проросицкому колено изнемогли от поста. Салом 108 24. И пост будет для тебя сладок и питателен более пиршества. Помяни Христа, пролившего свою кровь из-за тех, которые проливали ее. Помяни Его, возносившего с креста молитву из-за тех, которые вознесли Его на крест. И ты не станешь думать о мщении врагам своим, но великодушно простишь им. Помяни Господа, вошедшего со славой на небеса в сороковой день по своему преславному восстанию из гроба и сидящего десну отца, помни сказанное им обещание, где я, там и слуга мой будет. И тебе игослужение Иисусу покажется благим и сладостным. Где я, говорит Христос, там и слуга мой будет. А где Христос? На небесах. Итак, переселимся туда душой и умом еще и прежде воскресения. Святой Златоуст. Четвертое. Благодать. Благодать это Бог, ощущаемый и видимый в сердце и сердцем. Паскаль. Благодать это есть присутствие Господа нашего внутрь нас. Самое блистательное доказательство математической истины может и сравниться в очевидности с действиями благодати, когда сердце для нее открыто. Благодать духовной жизни человека есть тоже, что дыхание в жизни телесной. Человек без дыхания мертв телом, христианин без благодати не христианин, мертв духом. Благодать для нас тоже, что солнце для земли. Она нас озаряет, согревает и оживляет. христианин, как глаз самый здоровый не может видеть, если не озаряется никаким лучом света, так и человек, как бы он ни был по-видимому честен, не в состоянии без благодати Божией проводить добродетельные жизни, блажен наугусте. Те из христиан, которые желают быть добродетельными и не стараются о стяжании благодати Святого Духа, находятся в величайшем заблуждении, они сеют на камне, пашут на воде, хотят летать без крыльев, дышать без воздуха. Что для корабля опытный кормчий, то дух святой для людей в продолжении их плавания по океану духовной жизни, исполненного опасности. Как разнощенный корабль влается сюда и туда по произволу бури, так и душа решенная благодати Божией постоянно находится под управлением греха, который влечет ее не туда, куда она хочет, а туда, куда направляет ее демон. Златоуст говорит. В христианстве все благодати и ничего без благодати. Дотечется же каждый из нас обрести для себя благодать. Спасительна благодать Божия сама по себе, но не спасает нас без нас. Благодать Божия хотящих спасает, а не нехотящих. Сотворивший нас без нас определил спасти нас не без нашей воли. Бог не делает насилие нехотящим, но влечет только желающих. Бог действует не так, чтобы люди нехотя веровали, что невозможно, а так, чтобы из нехотящих они стали хотящими веровать. земля ничего не производит без дождя и без земли. Без земли дождь бесполезен. Точно так же и благодать не действует без содействия самого человека, не воля человека без содействия благодати. Божественные благодати человеческие усилия должны действовать вместе. Поле приносит плоды только тогда, когда Бог благословляет, а мы трудимся. Бог не трудится за нас, а только помогает нам. Благодать не уничтожает затруднений, но помогает их преодолевать. Начнем только, и Бог с нами начнет дело нашего спасения. Бог Господь простирает тебе свою руку, дай ему свою, златоуст. Как родник непрестанно источающий чистой руки обильные потоки, никогда не воспрещая желающему в обилии наслаждаться даром чистых вод, так и божественная благодать отверсток всем, чтобы каждый наслаждался сколько хочет, Ефрем Севин. Молитва есть простертая рука для принятия благодати Божией. Солнце не проникает своим светом в цветок, если его чашечка закрыта. Так и благодать не озаряет души, если она не раскрывается в молитве. Мы только можем быть далеки от Духа Божия, а Дух Божий не может быть далеко от нас. Как магнит привлекает не все, к чему приближается, а одно только железо, так и Бог ко всем приближается, но привлекает только тех, которые способны и обнаруживают некоторое родство с ним, в смысле согласия своей воли и сочувствия Богу, желающему всем спасения. И нечистое зеркало не может принимать в себя отражение и изображение. И душе, которое предзанято житейскими попечениями, омрачено страстями плоского мудрования, невозможно принять в себя озарение Святого Духа. Святой Василий Великий. Хотя Дух един, однако же дарования не равны, потому что не равны преемники Духа. Григорий Богослов. Развитие даров Святого Духа зависит от различия умственных и нравственных сил лиц приемлющих. Как дождь, излившийся на землю, подает произрастением свойственной им качества сладким сладостью, жестким жесткостью, так и благодать, входящая в сердца верных, не изменяясь, дарует соответственной добродетелям силы. Благодать, когда ей угодно, может возводить и пастыри в чин пророков, и рыбарей в чин апостолов. Щедро Бог дарует благодать, но не растачает ее напрасно. Как по Божьим мерам отмеряется мера нашей жизни, так по мерам жизни отмеряется и Божья мера, даров благодати. Григорий Богослов. Сколько мы веры исполняем заповеди Божии, столько и Дух Святой производит в нас свои плоды. Благодать есть талант дома владыки, который верного и усердного раба обогащает, а неверного и ленивого осуждает и отъемлется у него. Как милосердие Божие свойственно открывает для нас даже и недостойных сокровища благодати своей в ожидании нашего покаяния и исправления, так равно и правосудие его свойственно отнимать божественные дары, оскорбляемые пренебрежением и наказывать неблагодарность. Не только павлого не делать дело Божие, но и делать его с небрежением страшно. Иеремия 48, 10. Как огонь требует дров, так и благодать нашего усердия, чтобы она воспламенилась за то. Духа не угошайте, говорит апостол, и тем дает видеть, что точно так же, как обыкновенный огонь гаснет, если не подкладывает сгораемого вещества, а еще более погаснет, когда будут лить на него воду. И в нашем духе огонь благодати непременно будет умаляться с умолением у нас святых помыслов, чистых ощущений, богоугодных намерений и дел, и еще скорее погаснет, когда наполняем душу тем, что есть противного духу святыни. Благодать как скоро смотрит, что в помысле человека начало появляться несколько мнений, и стал им высоко о себе думать. Тот сейчас попускает, чтобы усилились и укрепились против него искушения, пока познает свою немость и не немлится в смирении за Бога. Исаак силен. Кто хочет удержать в себе благодать Божию, да будет благодарен за благодать, когда она дается, терпелив, когда отнимается. Пусть молится, чтобы возвратилась она, пусть смотрит за собой и смиряется, чтобы не потерять ее. Потеря благодати страшнее всех потерь. Нет бедственней состоянии, как состояние человека, потерявшего благодать. Весьма немногие возвращали величайшими подвигами. Надо иметь непрестанную бдительность, чтобы сохранить ее. Она дается нам туме по одному милосердию Божию. Но к сохранению ее мы должны прилагать все свое тщание. Утешение благодати иногда оставляет и ведущего добродетеля, и даже подвижничествую жизнь. Но это не есть потеря благодати, и потому не должно смущать нас. Благодать никогда не оставляет верующего, а скрываясь, оставляет в нем только место для высших подвигов его веры и терпения. Бог присущ людям во всех их приключениях и взирает на все бедствия верных рабов своих, но иногда представляется удаляющимся от них, чтобы с большей щедростью наградить искушенное благочестие. Так нередко и родители для изощрения разума и научения опытности отсылают детей своих от себя на чужую сторону. Святой Антоний Великий был искушаем и мучен злыми духами, незрелый Иисуса Христа в твоем мучении. Потом, увидевший Его, воззвал с горячностью. Где ты был, Господи мой, где ты был? Я был здесь и смотрел на твое мужество и терпение, был ответ Спасителя. Пятое. Вера религия христианство. Ничто столько не нужно человеку, как вера. От нее зависит не только блаженство будущей жизни, но и благополучие настоящей жизни, не только благополучие каждого из нас, но и благосостояние целых обществ. Человек без веры подобен кораблю без руля, носимому по волнам морским. Святой Петр шел твердую стопу и по безднам моря, пока смотрел на одного Иисуса Христа, но начал утопать, лишь только подумал о бурном ветре и воздымающихся волнах и стал ослабевать своей вере в Бога человека. Якорь нужен для корабля во время бури, вера нужна человеку во время бедствий. Якорь надежда кораблю на море, вера якорь человеку на земле. Какое великое благо вера, она спасает нас и тогда, когда мы приходим в безвыходное положение, когда нам угрожает смерть, когда наши обстоятельства отчаянны. Златоуст Вера получает и то, чего не смеет надеяться, как показал это пример благоразумного разбойника на кресте. Вера душа народа, когда гаснет она в народе, то он превращается в безжизненный труп, быстро разлагающийся, предающийся тлению. Филарет архиепископ Черниговский. Все великие эпохи в истории государств были в то же время и периодами просветания религии, следовательной веры, без которой немыслима религия. И упадок последний неминуемо влек за собой падение и разложение также государственной жизни народов. Чего ожидать для людей, когда снимают тростей самую прочную узду правила святой веры? Где нет веры, там нет и доброго дела, потому что намерение прежде всего делает дело добрым, а доброе намерение происходит от веры, блаженный Августин. Езелея не будет гореть светильник, и без веры никто не приобретает доброй мысли, святой Историн Тирин. Возможно ли существование какого-либо человеческого общества и самой идеи справедливости, если прекращается благочестие в отношении к Богу, то есть религия, Тессерон? Закон имеет свою высшую гарантию охрану в религии. Что такое государство без справедливости, основание которое заключается в религии, как небольшие разбойнические банды, блаженный Августин? Общество людей без веры в Бога и бессмертия души это почти стадо диких зверей, хотя и одаренных разумом, которые всегда готовы терзать и истреблять друг друга. Макарий, митрополит Московский. Даже члены разбойничьей шайки для успехов общего дела своего связывают себя клятвою. Так нужна религия для прочности человеческих общих. Кто не имеет веры в Бога, тот не заслуживает никакой веры и у людей. Вера чистая, святая, открытая небом, дорога не только по отношению к вечной жизни, но и к жизни временной. Вера чистая, святая, открытая небом, дорога не только по отношению к вечной жизни, но и к жизни временной. Что имеет еще человек, если он не имеет веры ни в Бога, ни в бессмертие души? Ничего. Решительно ничего. Религия есть материнская лона, из которого вышла вся духовная жизнь человечества. Вся высшая культура человеческого рода есть дочь религии лютарт. Высшая цивилизация никак не может быть внесена в среду народа, без соответствующей ее высшей религии. Отсюда вполне основательно по общему признанию. Первое место в ряду цивилизующих средств диких народов приписывается христиански миссионерской деятельности. Из всех религий, существующих на земле, одно только христианство, есть истинная религия, и потому только христианство может даровать человеку и человечеству благо, и счастье небесное и земное. Внесите в жизнь человечества все начала христианские и сгоните из нее все, что воспрещает христианство, тогда на земле откроется рай. Христианская религия удивительное чудное явление, она, по-видимому, имеет своим предметом только блаженство будущей жизни, но созидает в то же время и счастье настоящей жизни. Монтескье. Архимед требовал, чтобы ему дали точку опоры, и он брался переворотить мир. Иисус Христос установил такую точку, и при посредствии ее возобновил лицо земли. Это вера, о которой он сам говорил, что кто будет иметь ее зерно горчичное, тому возможно будет переставлять горы. Огюст Николь. Архимед по утверждению поэтов умягчал тигров пением своим, но Бог христианский, призвав людей к истинной религии, сделал несравненно более. Он умягчил неукротимейших из зверей человека. Климент Александрийский. Один старец близ Александрии, окруженный толпой неверных, стал подвергаться со стороны их не только засловием, но и ударом. И когда с осмешкой говорили ему, что удивительное сделал вам Христос, которого вы почитаете, сказал, то, что я не возмущаюсь и не оскорбляюсь этими и большими обидами, если бы вы нанесли. Ава Херемон. И философия, по-видимому, в лице своих лучших представителей, стремилась усовершенствовать нравственного человека, но все ее стремления не привели к своей цели и никогда не приведут, потому что философия ничем не гарантирует своих правил нравственности. Она не указывает и не дает тех венцов за подвиги любви, терпения и других добродетелей, какие получает истинный последователь религии, даже среди скорбей настоящей жизни, предвкушающей будущее, ожидающей его блаженства. Терпи, учит философия, а христианство прибавляет и надейся. Человек, не верующий божеству и будущности, никогда не будет так смирен и мужествен, как тот, у кого есть эти верования. Без сомнения, человечество никогда не могло жить нигде без понятий о Боге, о бессмертии души и о суде в будущей жизни. Но понятия об этих истинных вне христианства всегда были неопределённы, не твёрдны, не полны, вследствие разрушительного действия страстей, которым они отданы были без защиты, и которые мало-помалу передавали их по своему виду. С этими понятиями было то же, что со статуи Главка, о которой говорит Плутарх, что она была поставлена на морском берегу и, съедаемая непрестанными прирожениями волн, утратила наконец все черты изображаемого ей божества и стала не больше, как безобразный камень. Истинно религиозная и нравственность суть лучи одного света, и где первое смешано с заблуждением, там нечисто и последнее. Выше и чище христианского учения нет и не может быть на земле. Сколько величия в христианской религии, вот и ее сущность сжата в виде. До времени слово было у Бога, в начале времени слово сотворило мир. Среди времени слово воплотилось ради нашего спасения. В конце времени воплощенное слово Бога человек, Иисус Христос, будет судить человека и останется, как это сотворение мира, вечность. Христианин, препростые, не получившие никакого образования, которые научен догматом святой веры, далеко мудрейшие и есть паффи Платона Аристотеля и прочих языческих мудрецов в Тихом Задонске. Младенцы в недрах христианства более знают о Боге и жизни вечной, нежели сколько знали великие мудрецы мира древнего. Христианин знает и утверждает там, где философ предполагает и сомневается. Христианская религия просвещает человека, озаряет его умственный горизонт, возвышает уровень его знаний, но она не все открывает своему последователю. Ее учение исполнено таян непостижимых разумом человеческим и могущих быть принятыми одной только верою. Высокие горы ограничивают взор зрителя, но за этими возвышенностями сквозь расселены открываются прекрасные местоположения, представляется новая сфера, по которой воображение парит на быстрых крылах своих, и горизонт ума человеческого ограничен высотами веры, при коих истощается всякое знание, ослабевает самые проницательные мысли, но эта вера открывает для нас неизмеримые дальновидности, где начинается бесконечное для сердца. Бесконечная есть область веры, христианской религии. яркий свет солнечных предметы делает видимыми и светлыми, напротив, светлые звезды сокрывает от нас, и наши светильники земные помрачают. Последние действительно тускнеют, и огонь их при очень ярком свете солнца дает даже тень и кажется дым. Но не так бывает со звездами неба, они никогда не теряют своего света, и когда мы не видим их, светят другим во мраке ночи. Не видим ли здесь образ божественного откровения? Оно неясное для разума и сердца нашего предмета освещает, но пред светом его тускнеет наши гордые знания и бросает от себя тень. Если при откровении отдаленные звезды сокрыты от нашего умственного взора, это тайные или высшие истины, которых не достигает взор нашего разума, но которые бывают видимы в призраке веры, в примраке веры очами сердца. Тайные откровения не менее восхищают сердца верующего, как и звездное небо. Философы нападают на тайну откровения, между тем, как к философии еще более. Первые ступени ума ясны, но чем выше, тем темнее та, что наконец совсем теряется свет. Ум в этом случая может сравнить с воздушным шаром, на котором чем выше поднимается, тем более уменьшается свет, а увеличивается мрак. И в мире физическом, который Бог предоставил нашим исследованиям, на каждом шагу мы встречаем тайны, часто не понимая ни того, на что смотрим, ни того, что осязаем. мы не можем сомневаться в бытии вещей естественных и не знаем, как они существуют. Бояться тайны религии значит бояться собственной тени, потому что тайны везде безотвязно преследуют нас на каждом шагу, как наша собственная тень. И вокруг, и вблизи нас есть множество вещей и предметов, для которых мы всегда дети. И то, что дано тебе знать, гораздо выше твоего разума. Сам человек есть великая тайна для себя. Из тех возражений, возможно, со стороны неверия, самое жалкое то, которое выводится из невозможности понять. Если не постигаешь того, что под собою, как постигнешь то, что выше тебя? Удивительно лишь, что там, где говорит Бог недостаточной иногда человеческого разумения. Как часто дитя не понимает вполне того, что говорит ему человек совершеннолетний. Явный знак неверия, о Боге вопрошать, как? Силен Бог и то сотворить, что невозможно разуметь человеку. Таковы все чудеса, эти действия Божьего всемогущества, превышающие законы природы. И потому непонятные уму человека, которыми полна история христианской религии, и которые преимущественно служат камнем притыкания для рационалистов, то есть признающих действительным и несомненным только доступной уму и уводимой из естественных законов. Мы смеемся теперь над изычником, который слепой верой подвергался у подножия идола, дабы слышать истину из уст скрывавшегося в нем обманщика. А разве то менее постыдно, когда иной мудрец делает идолом свой ограниченный разум, и только из уст этого идола хочет принимать истину. Рационалисты в деле познания человеческого тоже, что алхимики. Они вместо того, чтобы принять и пользоваться истиной, хотят выработать истину как алхимики, хотели добывать золото из разных веществ, и подобно им разоряется на это искание нового камня силосовского. Где в мире другая религия, которая носила бы на себе такие ясные признаки божественного происхождения, как религия христианская? Христианская религия такова, что если из истории ее основания и распространения устранить или выключить все чудесные факты, она тем не менее не потеряет своей чудесности и божественности. Христианство, говорит Блаженный Августин, основано или чудесами, или без чудес. Основано оно чудесами, значит, оно истинной религии, потому что только Бог один может как всемогущий Господь, Творец и Владыка природы в чудесах проявлять всемогущество свое. Если же чудесное основание нашей веры совершилось без чудес, оно само есть чудо, высочайшее всех чудес, потому что каким образом такое дело, превосходящее все силы человеческие, могло быть совершено такими делателями, при таких средствах, и так скоро, решительно и полно. чудесное действие христианской религии непостижимы для разума человеческого. Пусть так, но чего ум не постигает, то еще не есть нечто такое, что противоречит его законам. Да и при том, разве пределы разумения человеческого должны быть пределом Божьего всемогущества? Чудеса нарушают законы природы, но это именно потому, что деятели есть не природа, не подзаконной природы, а творец, виновник природы и ее законов, хотя иногда и через посредство своих рабов. Не должно искать естественных доказательств на то, что превыше естества, или за недостатком их опровергать и не признавать выше естественное. Не спрашивая, сообразно ли то с природой, когда что производит творец природы. кто отрицает возможность в чудес, тот отрицает бытие единого живого Бога и всемогущего Творца. Чего не понимаешь, тому можешь только дивиться, а отвергать его не дерзай. Не все можно и должно изъяснять, многому должно только верить, потому что и можно только верить. Он без веры есть слабый тростник, который непрестанно колеблется от ветра сомнений. Вера для разума есть тоже, что телескоп для глаза. В помощи телескопа глаз видит сомнений, его не может видеть сам по себе. Он проникает в пространство недоступное для него без этого пособия. Подобно тому и вера, она только распространяет и укрепляет разум, а она предоставляет ему заниматься исследованием всего, что доступно рассуждению. Но там, где естественные силы разума изнемогают, там вера подъемляет его и указует ему истины новые, сверхъестественные, божественные, она дает ему проникать в тайные советы Божии. Вера и знания не противоположности, но взаимно дополняющие друг друга силы, не враги, а неразлучные сестры, близнецы. Защищать веру значит защищать разум, защищать разум значит стоять без веры. И неверие также требует от своих поклонников твердой веры, только веры не спасающие, а гибельные. Как суеверие нередко думает, что оно верует, когда в самом деле не верит, так и неверие полагает иногда, что оно не верит, когда в самом деле вещи верят. Неверие близнест суеверию. Суеверие и неверие идут рука об руку. Заклятые атеисты веровали в предсказания чародеев, и неверующие в Бога веруют в богов. Фарар Нет никого на свете, кто бы так был легковерен, как неверующие. Епископ Ириней Человек вынуждается верить во что-либо, если он не верит в вечный разум, то верит в неразумное, если он не признает истины живого Бога, то верит в видово мертвой материи. Для чего Бог, сотворив человека разумным, не благоволел предоставить его в таком важном деле, как религия, руководство собственного его разума, но поручил его руководству веры? Блаженный Августин говорит, что так Бог поступил в этом деле собственно для своей славы, как Господин не захочет, чтобы слуги его входили в исследование его повелений, особенно в делах тайных или важных, так и с величеством Божиим не сообразно, чтобы человек, все иничтожное творение рук его, входил с ним в рассуждение о сокровенных и непостижимых намерениях его проведения и о порядке его судеб. И в самом деле должно согласиться, что покорность, какую мы оказываем Богу через веру, есть дань, принадлежащая верховному его владычеству. Гордость и нечесть, нежелание лишиться мнимой свободы своего ума и желание избавить себя от упреков совести при свете веры, освещающей и обречающей действия злой воли. Вот основные причины неверия. Когда инженерам приходится работать ввиду укрепления осажденного города, что делают они тогда? Они прежде всего озабачиваются вывести впереди себя земляные насыпи, чтобы под прикрытием этих искусственных оград им можно было бы смело выдерживать огонь неприятельский и беспрепятственно совершать свои подземные работы. То же самое можно сказать и о неверующем. Оградой для него служит неверие. Он устрояет себе эту защиту с той целью, чтобы стрелы закона не ранили его совести. В отношении к высшим священным истинам с развращенными людьми бывает то же, что с людьми сражающим болезнью глаз, свет им не сносен, особенно солнечный. Они с удовольствием предпочтут ему свет гнилого дерева, который более по их глазам, нежели солнечный. Таинство веры подобно солнцу, непроницаемое в существе своем. Он озаряет они и оживотворяет тех, которые шествуют во свете их в простоте сердца. они ослепляют только дерзновенное око, желающие проникнуть в них. Глубины тайн священного писания, как вообще религии христианские, полезны. Они для того и скрываются, чтобы не были унижаемы, для того предлагается искание, чтобы упражнять, и для того открываются, чтобы питать нас, блажен Августин. Нужно внимательнее и чаще рассматривать святые истины веры. Как свет солнечный тем более являет свое благотворное действие в растениях, чем они более обращены и открыты к нему, так и учение божественное тем более просвещает и животворит верующих, чем открытие к нему умы и сердца их. Бездожное понимание нельзя хорошо научиться и музыке, тем менее при недеятельности души можно впастись в таинственные гласы. Супрый Златоуст. О предметах видимого мира мы тогда имеем раздельное понятие, когда сами наблюдаем их. Совсем не в такой степени ясности и раздельности представляемый предмет по рассказу других, сколько бы ни был полон рассказ этот, как по собственному наблюдению. Такое же свойство и познание наше о духовном мире. Наши понятия о нем бывают совершеннее, полнее и глубже, когда мы, так сказать, осяжем их чувством веры. Познание разума о предметах духовных без ощущения их сердцем, подобно знанию пастуху. Если желаешь созерцания тайн, то делом исполни заповеди в себе, а не исканием одного познания о них. Степень познания богооткровенной истины соразмеряется всегда успехом нашим в богоугодной жизни. Чтобы убедиться в истине христианского учения, надо начать жить по-христиански, потому что христианский образ жизни водворяет в душе мир и радость, которыми человек, вкусивший их, не хочет расстаться и стремиться к их источнику, искупителю нашему. Лучшая апология жизни Иисуса Христа есть жизнь христианина, в котором Иисус Христос живет. Ты можешь заключиться в темной пещере, говорит один богослов, можешь иметь завязанные или выколотые глаза, но солнце ежедневно ходит по твердии в обычном своем величии и красоте. Тоже можно сказать о вере в Господа Иисуса Христа. Пусть люди отвергают Его, пусть заключают свое сердце для Его благодати, свой дух для Его света. Он верен в своих обетованиях и царствует вовеки над всем миром видимым и невидимым. Спаситель сказал об основанной им церкви, хранительнице и носительнице религии христианской, что и самые врата адовы не одолеют ее. Словеса Христовы не пройдут мимо, хотя бы и земля. Церковь, основанная Иисусом Христом, это маяк, основание которого, обуреваемое волнами, нередко оставляющими на нем значительные слои своей пены, кажется, готово сокрушиться под их ударами, но на высоте которого горит огонь, никогда не угасающий, сияет свет, никогда не ослабевающий. Религия Иисуса восторжествует над настоящими оскорблениями со стороны неверующих, как восторжествовала над прошедшим неистоством своих врагов. Она восторжествует над пером нынешних лжемудрецов, как восторжествовала уже над мечом древних своих гонителей. «Облачко, оно пройдет, так сказал святой Афанасий об Юлиане отступнике, который после коротковременного правления, в течение которого выказал столько отъявленной вражды против христианства, умирал со словами «Галилеянин, ты победил!» Это же самое изречение по справедливости можно применить и ко всем последним попыткам ложных теорий подкопать веру человечества в его божественного владыку и спасителя. Шестое. Вера и добрые дела. Вера, чтобы ей быть спасительной, требует жизни по вере, ибо вера без дел мертва и, следовательно, не способна довести человека до жизни вечной. Добрые дела душа веры. Вера с добрыми делами живая вера. Грех и вера не могут жить вместе, с верой необходимо соединяется в то же время и добродетель. Как огню свойственно согревать, воде орошать, свету просвещать, так вере живой свойственно обнаруживается в добрых делах. Внутренняя вера мертва без внешних дел не потому только, что без дел нельзя судить о ее жизни, но и потому, что без дел невозможна самая ее жизнь, так же, как нельзя животному жить без вдыхания и выдыхания воздуха. Вера без дел мертва. Это вера мысли, а не сердца, а не жизни. Правая вера при порочной жизни не приносит никакой пользы. Святой Златоуст. Что позже верить по-христиански, а жить по-язычески? Безрастудно сомневаться в истине того учения, которое открыто Богом, запечатлено кровью бесчисленных мучеников, подтверждено чудесами и призвано самыми злыми духами. Но несравненно безрастуднее верить истине сего учения, а жить так, как будто бы вовсе оно было неистинное. Не вера на словах спасает нас, но дела, соединенные с верою. Вера без дела и дела без веры равно будут осуждены. Верить только, что Бог есть, еще недостаточно. И бесы веруют. Должно веру оправдывать делами, такой веры от нас требует Христос. Если желаешь спасен быть верою, возлюби того, в кого веруешь. Вера без любви есть образ без жизни. С любовью христианская вера. Без любви вера демонская. Располагай своим поведением по своей вере. Веруешь хорошо, так и живи хорошо. Придайся вере всей душой твоей и всей жизнью твоею, так, чтобы вера была главной мыслью твоей жизни и вся твоя жизнь выражением веры. Седьмое. Об отношениях человека к Богу. Благоугождение Богу, памятование Бога, упоминание, упование на Бога, страх к Богу, любовь к Богу. Один Бог существует для себя, мы же все существуем для Бога. Угождать Богу вот твое блаженство, быть с Ним соединений вот твое назначение, правило всех твоих деяний. Некто спросил Аву Пимена, как должно жить человеку? Старец отвечал, посмотрим на Даниила, пророка, не нашлось на него иного обвинения, как в служении вот к Богу его. Так все делай и так обо всем думай, чтобы угодить Богу. А если нет у тебя этой мысли, то потеряй свою цену всякое твое делание. О всяком деле предпринемливом тобою, не спрашивай прежде, будет ли оно приятно, выгодно для тебя и похвально перед людьми, но прежде и почти всякого испытывай, будет ли оно угодно Богу, не будет ли противно его заповедям, человек московский. Сперва честь Богу, а потом уже забота и опросим, злато ищи того, что Божие, и человеческое последует весьма легко. Ты позаботься о Божием, и Бог позаботится о твоем, злато ист. Бог не обидлив, и награждает труды и терпения человека, и человек должен быть таким же в отношении к Богу, не должен скупиться на труд и терпение. Ты должен быть достоин того, который тебя назвал своим сыном, и во всем ты должен поступать так, как прилично сыну Божию. Почему, когда ты начинаешь что-нибудь делать, то вспомни, что ты называешь Бога отцом своим. Мы хотим себе послушных детей, а сами не хотим быть послушны Богу. Чтобы последовать воле Божией, должно прежде свою волю отставить. Молодое деревцо привязывает к тычинке, и оно растет прямо и правильно. Так и душа, которая срезала свою волю с волей Божией, восходит в горе к Богу. Ничего нет лютее, как держать со своей воли и жить не по воле Божией. Если ты не чувствуешь в себе постоянного желания и вспомния то, что угодно Богу, то ты и слеп, и глух, и нем, и без рук, и без ног не сравненно хуже расслабленного. Даже и мы не принимаем свои друзья, не допускаем свое общество, не терпим в своем доме того, кто живет всегда в противоречии с нами. Так и Бог, и тем более Он, как все святые и правосудные, никогда не приемлет в свое небесное царство людей с упорной злою волею. Воля Божия не только наш высочайший закон, но и наше высочайшее благо. Кто соблюдает повеление Господне, того Господь Бог соблюдает от всякого зла. Истинная радость исходит от Бога и подается только тому, кто самого себя нудит постоянно на то, чтобы свою волю отвергать, а волю Божию во всем исполнять. Или делай то, что хочет Бог, или получишь чего не хочешь. Если хочешь быть без печали, старайся угодить Богу. Что надо делать, чтобы угодить Богу? В прошлом был святой Антоний Великий и сказал в ответ, где бы ты ни был, всегда имей перед очами своими Отца Небесного. Каким бы ты не занялся делом, смотри, одобряется ли оно священным писанием? Как хорошо было бы, если бы мы жили в мире, не по своему произволу и мыслям, но всегда вопрошали бы Господа через его же слово. Скажи мне, Господи, должен ли я это делать или нет? Исаия 8, 19, Таразаконие 12, 8, 32, Салом 42, 8. Человек непрестанно должен быть как бы предстоящим суду Божию. Памятовать о Боге необходимо нежели дышать или горе богослов. Пусть тело твое скитается по земле, но душа твоя должна быть у Бога. Ходи долу о жительстве на небесах. Почитай погибшим всякое мгновение времени, в которое ты не помышлял о Боге. Те часы, в которые ты не думаешь о Боге. и в которое никакая добрая и благочестивая мысль не обращается в твоем уме и сердце. Считай для себя потерянными. Подумай же, возлюбленный христианин, сколько у тебя потеряно времени. Проси прощения у Господа за прошедшее и впредь живи благоразумно и христиански. Посвящайте Богу начатки каждого дня и ночи в молитве, благодаря Его за прошедшее, прося Его благословения на будущее и в продолжении дня из часов, похищаемых у нас миром и Его делами, похищайте по возможности, хотя минуты, дабы, воспомянув Бога, тайно вознося к Нему сердце и мысль благоговейную, благодарную, молитвенную, упражняясь всем внимательнее и постоянно вы найдете в себе то, что написано в Псалме «Помянув Бога и возвеселись 76-4 Памятуй о Боге, чтобы Он всегда памятовал о тебе Исаак Филин Бог не оставит тебя, но ты опасайся, чтобы Он не был тобою оставлен во всякое время вспоминай о Боге и Он вспомянет о тебе когда впадешь в беды Исаак Филин Прежде нежели найдет на тебя скорбь молись Богу и в то же время вои во время горести найдешь Его и услышит тебя во время памятования о Боге умножая моления чтобы когда забудешь о Боге Он не забыл тебя памятование о Боге не только не препятствует нашим упражнениям а напротив делает их приятнейшими когда мы находимся с добрым другом то продолжаем делать и при нем то же что делали без него и еще с большей радостью и успехом особенно когда он может помогать нам своими советами одобрять нас присутствием своим и даже вместе с нами работать если мы имеем в том надобность если будем всегда созерцать Бога умом если будем постоянно помнить о нем то для нас все окажется легким все сносным все мы будем переносить удобно и станем выше всего златоустом хождение перед Богом или частое постоянное по возможности памятование о Боге не только не затруднит в исправлении дел житейских и исполнении обязанностей своего звания но еще более облегчит их и увенчает еще большим успехом потому что приближаясь к Богу мыслью человек входит в ближайшее можно сказать дружеское общение и обретает в Боге всесильного помощника себе когда Бог устрояет тогда и трудное становится легким святой златоуст кто всегда ходит пред очами Господа с тем всегда и во всем Господь Бога стяжи себе другом и человеческой помощи не потребуешь Симеон студит все свои дела одушевляя памятованием о Боге потому что без Бога не можешь сделать ничего кроме греха без Господа не только град или дом человека но и гнездо горлицы не созидается и ловят московский напрасно будете вставать рано и сидеть за работой долго если не поможет Господь можно сделать многое при помощи Божией только бы захотеть сделать многое все возможно Богу тебе ничего не возможно без Бога но и тебе все возможно верующему ни в чем так не нужна нам помощь Божия как в деле нашего спасения потому что ни в чем так мы не слабы как в сделании добра человек погубить сам себя может и погубляет но спасти сам себя не может зло творить и грешить мы сами можем и грешим но добро творить без Бога не можем поелик у Бог есть творец всякого блага то ничто доброе не делается без Бога без Бога не только делать но и хотеть чего-либо доброго мы не можем начало всякой добродетели есть Бог как и дневного света солнца все добро находится в одном Боге так что без него и вне его нет добра чаще обращайся мыслью и сердцем к Богу источнику добродетели и сам будешь творить с помощью его добрые дела и тогда не бойся никого и ничего в мире порог хотя бы он имел на своей стороне всю вселенную слабее всего а добродетель хотя бы она оставалась одинокою сильнее всего потому что имеет на своей стороне Бога подлинно кто может спасти того против кого действует Бог кто может погубить того кому помогает Бог не в силе Бог а в правде святой Александр Невский когда даст Бог ничего ничего не сделает зависть а когда не даст не поможет никакой труд делай все по Богу и обретешь в нем помощника себе постоянно молись во всяком деле чтобы ничего не делать без помощи Божией кто не полагается на свои труды тот наиболее ощущает силу Божию не полагайся на свои силы и помощь Божия всегда будет присущ тебе всякая надежда оскорбляющая надежду на промысл Божий нечестие весьма несчастен тот кто не надеется на Бога и думает составить себе счастье сам собою кто не живет под кровью вышнего для того не найдется нигде мирного и безопасного пристанища как ставший на паутину падает и уносится вниз так падает и полагающийся на свои собственные силы святой Нил Синайский Бога боящийся все делает по Богу как светильник поставлен темной ложницы освистяет ее так и страх Божий когда вселяется в сердце человека просвещает его и научает всем добродетелям и заповедям Божиим страх пред Богом есть начало и корень благочестия человеческого не тот страх который гонит из сердца любовь к предмету страха но страх как опасение не оскорбить любвеобильного Бога преступлением его заповедей где страх Божий там восхождение к добродетели а где нерадение и бесстрашие там нисхождение к беззаконию без страха Божий при одном страхе человеческом можно только казаться добрым а не быть нисхождение нисхождение небесных 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 орел и зверей земных лев и сынов человеческих боящихся Господа и храм и храм и храм если боишься человека то от Бога будешь уничижен а если боишься Бога то и от людей будешь почитаем златоуст страх Господень смиряет человека но в то же время возносит кто более всего боится Бога тот не боится уже ничего в мире кто истинно боится Бога тот никого не боится хотя бы шел посреди сени смертной боящийся Бога сильнее нежели все демоны кто не боится Бога тот всего должен бояться да будет присущ нам страх Божий и тогда ничто не опечалит нас будет ли то бедность или болезнь или плен или рабство или что нибудь другое прискорбное бойся Бога не как мучителя но бойся его по любви бог есть человеколюбец как все его называем должно человеку быть боголюбцем как нам не любить Господа им живем им дышим им движемся мы не удивительно ли не противно ли даже простому смыслу обращения нашего сердца к тому что вне Бога что может нас погубить благочестивый Макарий ученик святого Антония я однажды с братью видел мальчика который говорил своей матери один богач любит меня а я не знаю почему ненавижу его но бедняк ненавидит меня а я люблю его выслышав это Макарий изумился и задумался что сделал с тобой спросили у него братья слова слышанные мною отвечал святой старец значит следующее Господь Бог богат в милости ежедневно являет нам доказательство отеческой любви своей а мы безумные не умеем ценить даров его но дух пагубы бедный и злобный ненавидит и как волк рыкающий ищет поглотить нас а мы ослепленные любим его и не стыдимся ему раболепствовать если бы увидели что поток быстрый в течении своем остановлен одним лоскутком бумаги то не могли бы удержать от изумления подобное зрелище представляем и мы когда безделка отводит наше внимание от Бога увлекает ум и воображение к ничтожным предметам и препятствует сближаться с Богом в общении любви любви к Богу нельзя соединить с пристрастием к земле и к земным предметам чей он привязан к какой-либо земной вещи тот не любит Бога Святой Максим Исповедник как две души не могут одушевлять одного тела так и две любви любовь к Богу и любовь к миру не могут одушевлять одной души два рода любви производят два рода гражданства в целом мире Любовь к Богу делает нас гражданами Иерусалима, горнего небесного града. Любовь к миру гражданами Вавилона, греховного града. Пусть же спросит каждый сам себя, что же он любит, и узнает, чей он гражданин, блаженный Августин. Все вещи в природе движутся по своему наклону. Легкие поднимаются на высоту, тяжелые влекутся к земле. В тварях разумных любовь служит этим наклоном, а и они стремятся туда, куда влечет их страсть, преобладающая в их сердце. Так, если в нас господствует любовь с леным благом, жажда плоских удовольствий, желания почести и славы, тогда мы принадлежим исключительно земле. И возвыситься до небесных вещей будет нам так же трудно, как камни нести с севи кверху. Но если через умиршление плоти мы подавим в себе все земные желания, тогда дух наш, богоподобный дух, не задерживаемый никакими препятствиями, быстрее воспарит к Богу, чем камень не спадет с высоты к своему центру. Блаженый Августин, раскрывая смысл изречения псалмопилца, тем же образом желает олень на источнике водной, так желает душа моя к тебе, Божий. Говорит, что олень обыкновенно умиршляет змей, встречающихся ему на пути, когда он ищет воды, и что от того самого он ощущает в себе еще сильнейшую жажду, еще с большей скоростью бежит к источнику. Хотите ли знать, продолжает Блаженный Учитель Церкви, почему в вас нет той же сильной жажды совершенства и столь же неудержимого стремления к Богу? Потому что вы не подавляете своих змей, ваши змеи чувственные, плотские похоти. Умертвите же этих змей неправды, и тогда вы с сугубым усердием потечете к источнику жизни и истины. Огонь разложен на земле, не стремится к ней, но всегда просирается вверх, так и любовь твоя не должна покоиться в тебе, навсегда возвышаться к Богу. Мы должны иметь три сердца. Для Бога сердце чистое, для ближних сердце милостивое, для себя сердце злобное. Мы столько обязаны любить Бога больше себя, сколько Он больше нас. Мера любви к Богу есть любовь без меры. Для Бога ничего нет возделения любви. Ничто так не угодно Богу, как сердце человека, пламенеющее любовью к Нему. Без любви же все действия человека, как бы они ни казались добрыми по внешности и даже великими, ничто не значит в очах Божьих и противны Богу. Дождь бывает полезен для почвы не тогда, когда она еще не совсем освободилась от снега и льда, а тогда, когда согрелась солнечными лучами, подобно всему и благость Божия, находит достаточную приемлемость только в сердцах, согретых любовью к Богу. Любовь к Богу все обращает средство к нашему спасению и блаженству. Без нее все средства не достигают всей цели. Не бойся светить светильник без зелия, и молитва не озарит духа без любви. Не взыдет без огня курение кадила, и молитва без любви не взыдет к Богу. Ничто не может заменить недостатка любви, но любовь заменяет собой недостаток всего. Люби, и ты будешь поступать справедливо во всяком случае, сам того не замечая. Это духовное начало научит тебя, как поступать во всех течениях обстоятельств. Не говори мне, что ты любишь Бога. Это одни слова. Покажи свою любовь самым делом. Где есть истинная любовь к Богу, там едва могут открывать уста, не благодаря и не прославляя Бога. Самый верный признак того, что в нас нет еще и зачатков любви к Богу, есть тяготиться служением Богу, не хотя исполнять, а тем более совсем не исполнять своих обязанностей в отношении к Нему. Блаженный Августин справедливо замечает. «Труды для любящих нетягостны. Они их увеселяют, как зверолов, зверолов, целов, рыбарей. Любя что-нибудь, мы или не чувствуем труда, или самый труд любим». Некто сказал Авве Агафону. «Мне дам заповедь, но исполнение заповеди сопряжено со скорби, и хочется исполнить заповедь, и опасаясь скорби». Псарис отвечал. «Если бы ты имел любовь, то исполнил бы заповедь и победил бы скорбь. Где возьмется усилие к совершению подвига в благочестии у того, кто не имеет пламенной любви к Богу? Только люби, и тогда возможен сделать все, что захочешь». «Люби все в Боге, и во всем люби Бога». Тот не любит Бога, кто любит то, что Бог запрещает любить. Величайшее оскорбление для Бога, если ты поставишь мир соперником Ему. Всякая душа, любящая что-либо другое, пачу Бога, любодейца есть. Всемогущий Творец наш по элику не имеет никакого, никого себе равного, то и любовь наша ни с чем не хочет делиться, требует от нас всего сердца. И хотя повелевает нам питать любовь к ближним, но не хочет, что любовь эта служила для нас хотя малейшим препятствием – любить его всей душою. «Ближнего не обижай и не обожай, а себя не боготвори. Бога же люби всею крепости души и духа, то есть всем сердцем и всем умом. Любить себя должно только для Бога и части для ближних. Любить ближних должно для Бога, а любить Бога должно для Него самого и больше всего. Любовь к себе должно приносить в жертву любви к ближним. А любовь к себе и к ближним должно приносить в жертву любви к Богу. Если желаешь спасен быть верой, возлюби того, в кого веруешь. Гори огнем любви божественной, чтобы не гореть тем, которым будут гореть демоны. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой и всем помышлениям твоим, если хочешь избежать вечного мучения по смерти. Если желаешь вкусить вечных радости, вечного блаженства, еще живя на земле, которые, поверь, так велики, так удовлетворяют требованиям нашего сердца, что уже мечтой в мире не пререстить себя. Нет в мире ничего такого, что могло бы отлучить от любви Божией сердца, в которое она встелилась. «Как предохранить себя от искушений?» Спросил некто Аллу Пимена. Святой старец ответил. «В котел, беспрестанно кипящий, не влетит никакая муха, и душу, воспоминенную любовью к Богу, ничто соблазнить не может. Если ты искренне возлюбишь Бога и будешь твердо стоять всей любви, то никакая страсть не возобладает над тобою». Симеон Новый Богослов «Мир и все, что в мире, ничего не значит для того, для кого Бог есть все. Любовь к Богу – неисчерпаемое сокровище. Кто обладает им, тот богат, кто лишен его, тот беден». Василий Великий «Вне Бога, что бы мы ни любили, нам всегда недостает чего-то, наше сердце всегда ищет чего-то, и по прекрасной мысли блаженного Августина, до тех пор находится в беспокойстве, пока не достигнет любви Божией». «Если тебе бывает скучно, то от того, что Бога еще не любишь. Если невеста любит жениха своего, то ей с любимым ни нищета, ни беды, ни темница, ни тяжкие, только тяжелое разлучение с ним, тогда ни богатство, ни радость не утешают ее. «Если любовь человеческая это делает, то чего не сделает любовь Божия? Возлюбите Господа и вселите Его в сердца ваши, и тогда не будет скучно, но будете чувствовать всегда несказанную радость и сладость. Всегда будете жить в утешении духа. Сказано, впустите и видите, ибо благ Господь». «С любовью к Богу для человека везде рай. Без ней везде ад». 8. Внутреннее и внешнее Богопочитание. 9. Человек состоит из души и тела, поэтому и отношение наше к Богу, как к существу всесовершенному, виновнику нашего бытия, спасения и блаженства, должно выражаться не душой только, но и телом. Или, если сказать, Богопочитание наше должно быть.